Продолжаем наш эфир. Татьяна Троянская в студии, Лея Печенкин за звукорежиссерским пультом. Я представляю генерального директора компании «Вертекс» Сергея Филиппова. Здравствуйте, Сергей. Да, здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, радиослушатели. У нас очень модная, как мне кажется, сегодня тема – благотворительность и бизнес. В последнее время об этом мы слышим все чаще и чаще, в частности, из средств массовой информации. Но мы привыкли начинать наш разговор определиться с терминами, скажем так. Что такое благотворительность? Ну, я бы дал, скажем так, не определение, а некое краткое понимание, что благотворительность – это оказание бескорыстной помощи тем, кто в этом нуждается. Чем короче, тем лучше, мне кажется. А меценатство – это что? Меценатство – это немножко другое. Это когда, скажем так, способствование развитию именно науки и искусства, отдавая материальную помощь именно в основном науке и искусству. А благотворительность – это более широкое понятие. А филантропия, например? Филантропия – это вот ближе, потому что филантропия тоже достаточно. Филантроп, в частности, это человек, который занимается непосредственно благотворительностью, то есть бескорыстно. Еще спонсорство есть, скажем так, как разновидность. А спонсорство – это все-таки вкладывание денег? Это вкладывание, ну, либо денег, либо каких-то материальных, соответственно, ресурсов в поддержку, да, в обмен на какую-то выгоду или рекламу. То есть это уже не совсем благотворительность, а вот филантропия, меценатство – это все, скажем так, более узкие понятия, а благотворительность – более широкое понятие. Не только же финансами можно помогать, можно и быть организационными моментами и так далее. Бескорыстно, самое главное. Хорошо, тогда какая бывает? Вот я вот, прежде чем отвечу, какая бывает, вот хочу обратить внимание, посмотрел в интернете данные Гэллопа, это, соответственно, маркетинговое исследовательское агентство международное по поводу благотворительности. Вот очень интересная цифра, позвольте сообщу. Вот Россия по проценту населения, которое помогало деньгами, да, другому, то есть один человек другому, занимает 138-е место. То есть 6% населения только помогали. А кто после нас, кстати? Ну, после нас там идет Китай, там идет, по-моему, Бангладеш, что-то и Республика Чад. Понятно, понятно. Если говорить на первом месте, то там стоит Мальта, Мальта, Таиланд, Ирландия, США на пятом месте. То есть, и если, например, смотреть там по вкладыванию времени, да, то есть, пускай даже человек там мог не иметь возможности финансовые, да, помочь, он мог помочь, там, вкладывая свое время, то, опять же таки, тоже 138-е место, 20% времени, то есть 20% людей отдавали свое время. Почему? Ну, это может быть не так уж и плохо, но все равно можно больше. Ну, в общем, мы не впереди планеты всей, в этом смысле это абсолютно точно. Ну, есть за то, к чему стремиться. Тут есть и плюсы. Безусловно, благотворительность и бизнес – тема нашего эфира. Я хочу подключить наших слушателей, возможно, у кого-то возникнет вопрос. Да, пожалуйста. Безусловно, благотворительность и наш эфирный телефон 327-8251, 327-8251, вы можете звонить, и Сергей ответит на ваш вопрос, а мы переходим. Какая бывает. Да. Да, смотрите, вот, ну, тут четкой градации нет, и я бы сказал так, вот, во-первых, бывает публичная благотворительность, которая имеет характер бизнеса. Тут бывают и какие-то благотворительные концерты, да, тут бывают и какие-то там благотворительные распродажи или аукционы, например. Все-таки это носит характер бизнеса, потому что там есть затратная составляющая, которая тоже покрывается из тех, из той выручки, которая идет за счет именно благотворительной деятельности. Соответственно, вот, скажем так, да? Ну, то есть, это получается еще и имиджевая такая, брендовая, нет? Это другое, я бы выделил это в отдельное, потому что все-таки благотворительное, как бизнес, это можно выделить вообще в отдельное направление. То есть, это не хорошо и не плохо, я не говорю, что это плохо, просто одна из разновидностей. А вот имиджевая – это немножко другое. Потому что, как правило, это тоже публичная благотворительность, она ведет не обязательно к созданию какого-то бизнеса, то есть, какой-то системы, это может быть разовый поступок, носящий какой-то имиджевый характер. Например, компания помогла детскому дому, например, и об этом написала в СМИ, пресс-релизы разослала, получается публичная имиджевая благотворительность. Это тоже достаточно хороший поступок, несмотря на то, что он публичный характер, носит и имиджевый характер все-таки нацеленность на имидж. Но, тем не менее, все равно ведь действие сделано. Я бы выделил еще, скажем так, благотворительность публичную, как маркетинг. Звонок, да? Да, давайте поднимем звонок, а потом продолжим. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Как вас зовут? Владимир Халкетбург. Владимир, слушаем вас. Очень приятно слушать вашего собеседника. А вот скажите, благотворительность какого рода вы оказываете, юридическую, материальную? Об этом пойдет речь сегодня. Вы имеете в виду конкретно нашу компанию? Конкретно вашу компанию. Смотрите, если говорить про компанию «Вертекс», мы оказываем спонсорство, меценатство и анонимную благотворительность целевую. Ну вот если, например, у человека не складываются отношения с чиновниками, и чиновники... Подождите, но здесь же решение задачи. Это называется «government relation». Это конкретная услуга, соответственно, это не благотворительность. Благотворительность – это то, куда направляются деньги, полученные как раз от оказания этой услуги частично. Спасибо, деньги не нужны. Спасибо. Работаем с чиновниками. Спасибо, Владимир. Я думаю, что подобная рода, как вы говорите, услуга, она необходима практически каждому жителю России. Я бы сказал, что это целое направление, если подходить к этому серьезно. В крупных компаниях есть департаменты, которые называются «government relation», то есть взаимоотношения с органами власти, для того, чтобы правильно выстраивать отношения, быть правильно понятыми. Так что это... Да, ну давайте продолжим нашу историю по поводу, какая бывает. Ну, я бы еще выделил вот третье – это, значит, публичная благотворительность с целью маркетинга. Например, вот сейчас РЖД, да, соответственно, есть у них внутри, как это называется, вот когда разыгрывают, да, то есть лотерея. Да, да, да. И там написано, что 10% они отчисляют на благотворительные нужды. Это, на самом деле, это прекрасно, очень хорошо. В магазинах иногда, да. В магазинах часто, но это носит именно маркетинговый характер, то есть показать человеку, что ты не просто покупаешь что-то, или ты, например, играешь в эту игру еще и делаешь доброе дело. Это тоже привлекает клиента, тоже является благотворительностью, публичной, я бы сказал, с маркетинговым акцентом. Еще бывает, конечно же, благотворительность вынужденная, вот так вот скажем, да, публичная вынужденная, бывает не публичная вынужденная. Это российский вариант. Ну, я бы сказал, что да, это характерно для России, когда, скажем так, в режиме настоятельной рекомендации, говорится, приобрести ту или иную вещь и подарить, например, музей. Это тоже хорошо, это тоже благотворительность, соответственно. Только она делается, скажем так, тем, кто это покупается, без внутреннего позыва к этому, но все равно доброе дело делает. Доброе дело, безусловно, особенно если наказ-то добрый, но я говорю, это же называется национальная особенность благотворительности. Мы продолжим сейчас наш разговор, переймем звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Дмитрий. Дмитрий, слушаем. Скажите, пожалуйста, в какой степени корректно сравнивать уровень благотворительности в России и в тех же Соединенных Штатах, учитывая тамошнюю государственную поддержку благотворителям и негатив со стороны государства в нашей стране? Спасибо. Вы знаете, я бы ответил так, легко творить добро, когда тебя все поддерживают, тебе открываются все двери, тебе еще дают скидки на налоги. Гораздо сложнее оказывать благотворительность, когда этих поддержек нет, и ты, тем не менее, можешь найти в себе силы и сделать это дело. По-моему, там еще даже вот, я цитату такую, не помню, точно в Библии сказано, да, о том, что, значит, когда богатый дает, там, например, золотую монету, это считается меньшим благом, чем когда это делают нищий, потому что для него это большие деньги для бедного человека, а для богатого это маленькая капелька. Вот здесь то же самое. Но есть еще и другая, да, не оскудеет рука дающего. Да, да. Алло, здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Юрий. Юрий, слушаем вас. Ну, я вообще против благотворительности. Почему? Потому что она не решает проблему, а замазывает. Если надо отремонтировать детский дом, надо добиться у государства для его следствия. Если нашелся какой-то лох, отремонтировал свой счет, значит у государства осталось больше денег на всякие глупости. Интересный у вас подход, да, спасибо. Ну, я хотел бы прокомментировать кратко. Тут не забывайте, что есть типаж людей с характерной чертой, это бороться со всем подряд. Поэтому тут есть нюансы, что, может быть, так оказывается. Посмотрите на себя более подробно, может быть, вы как раз к таким относитесь. Но ничего страшного, это тоже нормально. Мы продолжим наш разговор. Благотворительность и бизнес – тема нашей сегодняшней беседы с генеральным директором компании «Вертекс» Сергеем Филипповым. Мы продолжаем. Еще есть один нюанс по поводу видов благотворительности, но давайте к нему. Ну, буквально еще два слова. Да, безусловно, есть благотворительность как способ откупиться от какого-то психологического или морального давления со стороны просящего. Мы это вот видим в России, в частности, в метро, например, когда человек демонстрирует какие-то увечья и так далее. Действительно, очень тяжело. Опытка разжалобить. Разжалобить, да. Иногда даже бывает, что дети просящих цепляются, как в Индии, за ноги, цыганки, если там просят, они за ноги уцепились, ничего не сделают, ты от него откупаешься. Ну, и анонимная – это самое основное. Все-таки анонимная благотворительность, она является, скажем так, наиболее благородной, совершенно верно. Только она, так скажем, и работает, когда анонимно идет от всего сердца. Поэтому, если кратко сказать, то, как если вы занимаетесь бизнесом, и даже если не занимаетесь, не забывайте, что есть люди, которые нуждаются, которым повезло, может быть, меньше в этой жизни, в силу разных причин. Поэтому помогайте, помогайте целенаправленно и хорошо взвешивайте. Ну, кстати, вот это такого рода, кстати, благотворительностью очень часто занимаются звезды. Вот они приходят ко мне и вне эфира просто решают какие-то проблемы, я слышу об этом, но они не хотят, чтобы об этом... Чтобы они об этом говорили. Да, это анонимная ответственность, действительно, это очень благородно с их стороны. Мы послушаем звонок 3278251. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, это Юрий Михайлович. Да, Юрий Михайлович, слушаем вас. Зачем к Фалькоровскому кладбищу. У меня вопрос к гостю. А как, собственно, как вот адресно, собственно, как-то вот вспоминаете ветеранов войны? Юрий Михайлович, адресно не получить. Дело в том, что мы не занимаемся благотворительностью, когда надо именно прицельно, вот кто-то просит. Это делается немножко по-другому. Так как это анонимно, то мы не можем об этом сказать. Ну, давайте примем еще звонок, потому что нам надо двигать все вперед. Да, да, да. 3278251. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Мария, я звоню. Да, Мария. Если вы, пожалуйста, вот благотворительность, конечно, это все здорово, хорошо. А вот если стоит представить, какое-нибудь вообще моральное благотворение получают люди, да, вот они дают деньги. А ведь должен быть какой-то определенный контроль над расходованием, да, так же, как и бюджетными средствами, так же, как и средствами благотворительности. Неважно, анонимно это, да, или публично. То есть вопрос-то в морали, да, насколько люди, которые получают благотворительную помощь, да. Которые получают или отдают? Которые именно получают. Да, да, да. Какой-то контроль существует над тем, что вот благотворительные средства ушли от компании, да, пенсионата, там, неважно. Ну, смотрите, я понял вопрос, я могу вам ответить. Значит, смотрите, я могу вам сказать свою философию, не значит, что ее надо придерживаться, просто как одна из точек зрения. Вы говорите о том, что ее могут воровать. Я правильно понимаю? Да, да, да. И когда вы, например, жертвуете, скажем, тысячу рублей, то только одна копейка, она дойдет до того, кому действительно нужна. Соответственно, 999 рублей, 99 копеек украдут. Значит, но не нам контролировать это, вот в чем дело. Понимаете, когда вы не даете на благотворительность, не помогаете, оправдая это тем, что все равно разворуют, вот это не более чем самооправдание. Вот даже если одна копейка дойдет из тысячи рублей, вот это и есть результат. Ну, возможно, кстати, причина того, что мы плетемся в самом хвосте, в том, что не верим мы. Мы готовы отдаваться, мы не верим. Ну, не то, что даже не верим, а даже самооправдываемся, то, что вот нам тяжело, поэтому все украдут, все плохо и так далее. Это неправильная позиция. Если так смотреть на мир, тогда, ну, на какой смысл жить тогда? Смотреть надо позитивно. Во-первых. Во-вторых, если вы можете проконтролировать, пожалуйста, проконтролируйте. Но ни в коем случае не надо не действовать, оправдываясь тем, что это все равно развору. То есть это не должно вступить ваше желание? Конечно, создайте систему контроля, пожалуйста. Если не можете, ну, значит, часть, возможно, она уйдет не на целевое использование. Ничего страшного. Очень популярная у нас тема сегодня. Слушаем следующее звонок. Калю, здравствуйте. Юрий Михайлович, пожалуйста. Юрий Михайлович, так, до свидания. Все-таки современные течения. Да, пожалуйста, пожалуйста. Потому что сейчас появился новый вид благотворительности. Вот наш человек, Юрий Михайлович. Он, вы знаете, не только вам звонит, он всем звонит. Я понял, я понял. Дозванивается же. Вы знаете, в современных благотворительных течениях я бы отметил очень интересное течение. Которое в 2010 году было создано в июне. Это Уорреном Баффетом и Биллом Гейтсом. Которое называется Giving Plage или Клятва Дарения. Туда, к февралю 2013 года, на данный момент, вступило 105 миллиардеров. И в России даже есть один, который тоже вступил. Это Потанин. Буквально вот я прочитал в Форбсе в последнем выпуске, что он, соответственно, вступил в данное течение благотворительное. В чем заключается суть? Любой человек, который имеет определенное состояние выше определенного, может публично взять на себя обязательство пожертвовать более половины своего состояния во время жизни или после смерти на благотворительность. И тем самым он публично, когда на себя это обязательство берет, он попадает вот в данное благотворительное течение. На данный момент там большое количество, как я сказал, миллиардеров. Около 105. Это и Блумберг, и Баффет, и Гейтс, и Цукерберг, создатель Фейсбук, соответственно, и Ричард Брэнсон, Virgin Company, достаточно известный Джордж Лукас и так далее. Вот очень интересно. То есть такое новое модное направление получается. Да, достаточно интересно. Тут, соответственно, есть элементы имиджевые, безусловно. Никто не спорит. Но здесь есть элементы благотворительности. Ну, на данный момент я не обладаю информацией, кто из тех, кто вступил, уже умер и пожертвовал, или даже мускай еще не умер, но уже пожертвовал. Вот это будет очень интересно. Но, тем не менее, такое течение есть. Тут главное, чтобы не разорились до конца жизни. Нет, разорились и нечего оставлять. Да, да, да. Тоже такой нюанс может случиться. А может быть, не разорились, просто такую прибыль показали. Да, но это тоже российский вариант. Это российский вариант. Я думаю, что перечисленные... Ну, я думаю, что не стоит, скажем так, умалять достоинство этого течения. Очень понятно, что мы все эрудированные люди, можем очень много попросить на эту тему. Тем не менее, к этому отношусь очень серьезно. Действительно, очень достойная вещь и достойные люди. Поэтому хочется верить, что это действительно хорошее, доброе направление, так скажем. Примем еще один звонок. 327-8251. Алло, здравствуйте. Надеюсь, не Юрий Михайлович. Здравствуйте, меня зовут Виктор. Да, Виктор, слушаю. У меня вот такой вопрос. Вот много сейчас говорили по поводу благотворительности. А оказывается ли помощь благотворительная приютам для бездомных животных? Вот много у нас приютов есть Ржевка, Ильинка. Вот как-то вот эти вещи поднимаются? Да, спасибо. Но я думаю, что в принципе благотворительность, она и есть благотворительность. Ну, если вы спрашиваете конкретно нашу компанию, то мы не оказываем. Если говорить вообще бизнесменам, если эти приюты существуют, и кто-то им какую-то поддержку оказывает, конечно, оказывается. Конечно, да, конечно. Так же, как и детским домам. Да, конечно, конечно. Абсолютно. 327-8251. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Евгений Константинович. Евгений Константинович, выключите приемник, потому что невозможно разговаривать, эхо. Выключил. Да. Я подумал... Машине еду, извините. Да, да, да. Слушаем вас. Вот слушаю вас и удивляюсь. Вот я президент небольшого благотворительного фонда провинции. Так. В Ивановской области. Благотворительный фонд существует только на наши жена личные деньги. И вот, чтобы его открыть, чтобы работать, нужно было помещение. Помещение нашел у федералов. В других провинции помощи помещений нет. Так вот, федералы, несмотря на существование закона 40-го о том, что нужно выделять таким благотворительным организациям, некоммерческим, безвозмездное пользование помещения, дерут с меня аренду по-черному. Как помочь в таком деле? А в чем вопрос? Николько не писал. Не могут, не отказывают и все. Ну, вы знаете, если говорить про то, что делать, то я бы рекомендовал метод, который в одном известном фильме «Побег из Шаушенко». Помните, когда на протяжении трех лет каждый день отправлял письмо с требованием выделить финансы на, соответственно, библиотеку? И через три года он получил, соответственно, 300 долларов. Это не шутка, на самом деле действительно серьезно. Вода камень точит? Потому что вода камень точит именно настойчивость. И плюс именно адресность направления ваших запросов не только в одно учреждение, но и в разное. Оно будет давать результат. Так работает любая система крупная, любой крупный бизнес, тем более государство, безусловно. Ну и второй момент. Благотворительность, никто не сказал, что это просто. Это достаточно серьезная вещь, которую вы берете на себя и, соответственно, вам ответственности, в первую очередь. И второе, это, конечно, сложности. Пожалуйста, если... И второй момент еще. Очень важно понимать, что благотворительность, это, конечно, работа. Если вы возглавляете благотворительный фонд, то было бы неплохо подойти к этому с точки зрения именно недоброго, открытого сердца. Это само собой есть. А именно с точки зрения создания системности, с точки зрения именно как бизнес-подход. Потому что в данном случае надо благотворительность привлекать. Надо активно искать, активно звонить. Не шучу. Активно встречаться. Это действительно серьезно. Для того, чтобы убеждать людей, вести переговоры. И тогда будет результат. Недостаточно просто открыть фонд и туда начнут стекаться деньги, потому что люди доверяют. Люди не доверяют. Они еще относятся к этому сомнительно. Кто-то подозревает вас. То есть недостаточно сказать, что это благотворительный фонд, чтобы все прибежали и все помогли. Это благотворительный фонд, это не сама благотворительность. Благотворительный фонд, это организация. Как любая организация, это система. И когда мы говорим о системе, то мы говорим о бизнесе. И тут нужна бизнес-модель. В вашем случае я бы добавил активности с точки зрения привлечения в финансы. Они будут. Спасибо. Я надеюсь, что этим советом воспользуются наши слушатели. Все-таки мне хотелось бы, потому что слушатели уже поднимали этот вопрос. С чем же Вертекс в плане благотворительности занимается? Ну, если кратко, буквально в течение 30 секунд, то мы занимаемся спонсорством, в данном случае, спортивных команд по триатлону. Значит, соответственно, по покорению горных вершин, потому что один из наших знаков компании Вертекс это гора, горная вершина. Ну, и у нас, соответственно, в логотипе написано Вертекс это вершина успеха. Вертекс это вершина, в переводе с латинского. Соответственно, это меценатство. Это, соответственно, помощь в области именно художественной деятельности. В данном случае мы помогаем низким художникам по написанию картин, соответственно. И анонимная благотворительность О которой я не буду говорить Но она есть тоже Уже засветила немножко Чуть-чуть, да Остальное все в ваше Поэтому еще раз я призываю Коллеги, кто занимается бизнесом Не надо замыкаться в себе Поймите, что есть люди, которым тяжело Как говорится, не оскудеет рука дающая Больше давайте с добрым сердцем Анонимно И вам будут возвращаться Телефон для консультации оставите Пожалуйста, можете позвонить в рабочее время На городской телефон 458-88-01 Еще раз повторяю 458-88-01 Компания Вертекс Генеральный директор компании Вертекс Сергей Филиппов был у нас в гостях Спасибо